Еще раз добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам Финам Бизнес Класс. Меня все еще зовут Олег Дмитриев. Продолжается наш двухчасовой бизнес-канал. Ну а сейчас время поговорить о бизнесе более детально. Тема сегодняшней программы «Бизнес по-немецки». Я расскажу чуть позже, почему именно так мы назвали сегодняшнюю программу. Пусть будет некая интрига. Прежде всего я представлю гостей. Сегодня в студии Ульрих Умман, представитель... Еще раз, помогите мне, пожалуйста. Germany Trading Invest в России. Представитель Germany Trading Invest в России. Добрый день. Здравствуйте. В студии также Денис Перепелицын, заместитель директора дирекции региональной инфраструктуры и проекта Фриа Новости. Добрый день, Денис. Добрый день. И в студии Екатерина Романова, главный редактор Финам ФМ. Добрый день, Екатерина. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, телефон в студии для того, чтобы созвониться и задать вопрос сегодняшним гостям. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вы знаете прекрасно. И воспользуйтесь этим, чтобы задать вопрос сегодняшним гостям. Итак, еще раз я напомню, тема «Бизнес по-немецки», ну и некий информационный повод, как мы называем, следующий. С 8 по 12 апреля этого года состоялась Ганноверская ярмарка 2013 в экспонцентре города Ганновера. Эта ярмарка является крупнейшим в мире мероприятием в области технологий. Ну и, собственно, по итогам этой ярмарки мы сегодня встречаемся и говорим не просто о том, что происходило в эту неделю интересную в Германии, но и что происходит в Германии и в России с точки зрения ведения бизнеса. Вот такова основная идея. Значит, первый вопрос, Екатерина, если можно, к вам. Вы были непосредственным участником этого мероприятия. Расскажите, как все это удалось. Мероприятие было весьма интересным. И не столько потому, что это было в Германии связано с бизнесом, сколько потому, сколько интересных примеров мы увидели за эту неделю. Примеров реального бизнеса. И с одной стороны, и с другой стороны, успешно работающие на территории Германии и России. И то, как это все происходит, хотелось бы передать сегодня нашим слушателям, объяснить, что можно сделать своими руками, в общем-то. — Сделай сам, да? — Да, сделай сам. — В юности такая замечательная история. Сделай сам. Денис, вы тоже были ведь в Германии в это время, да? — Да. — Что больше всего понравилось? Ну, запомнилось, может быть. Бросилось в глаза? — Ну, во-первых, конечно, подход немцев. Они очень практичные люди. И без, я бы сказал, без шор в каком-то смысле относится. И к России, и к российскому бизнесу. Очень нацелены на то, чтобы видеть. При этом они не ориентируются только на крупный бизнес. Они понимают, что есть определенная ниша в среднем и мелком бизнесе. И прицельно в эту нишу фокусировано работают. Создают соответствующие условия. Причем, что поразило, в отличие от наших, скажем так, особых экономических зон, где по признанию самих же немцев, там все равно приходится играть по-российским поэмам. Они это говорят в личных беседах. Поэтому не буду расшифровывать. А у них, у немцев, я имею в виду, они осознают потребность среднего и мелкого бизнеса в развитии. И прицельно работают, предоставляя понятные правила игры. Не какие-то фантастические льготы, которые заманивают у нас. А понятные правила игры. Ну и, безусловно, помощь на первоначальном этапе. Ну это мы говорим сейчас, если бизнесмен собирается открыть бизнес в Германии. Да. Там устанавливаются понятные правила игры. Улья, к вам вопрос. Тема, я еще раз повторю, бизнес по-немецки. Да. Она не режет ухо вам, нет? Нет, не режет. Нормально. Вы можете сформулировать, может быть, даже в нескольких фразах, а может быть и расширенно. Что, на ваш взгляд, бизнес по-немецки? Ну, прежде всего, весь мир знает наши большие компании, как Siemens, Volkswagen и тому подобное. Но наш успех как раз не совсем только связан с этими крупными компаниями, а как раз с мелкими и средними. Как раз у нас это исторически так сложилось, что очень много семей создавали 200 лет, 100 лет назад свою компанию. Она до сих пор существует и в наследство передается. Мы, например, видели вот такие средние или даже маленькие производители башечных часов, которые являются лидером на рынке. Он строит как раз такие часы не только у нас в деревнях, а даже в Саудовской Аравии. И там мы смогли видеть, как там где-то 16-20 рабочих там работают спокойно. А вот из маленькой деревни, далеко от Штутка, он экспортирует свои часы во весь мир. Вот как раз на этом находится наш успех, я думаю, немецкая экономика. И такой модель не существует во всех странах Европы. Я думаю, это нас отличает от других. Я согласен. И тем не менее, как сформулировать, да? То есть у вас некая семейная преемственность может быть, да? Некое стремление свое дело передать следующему поколению. То есть уже когда человек в третьем поколении занимается бизнесом, он у него подсознание уже. Много семейного бизнеса, много компаний, которые строятся именно по этому типу. И преимущество как раз в малом и среднем секторе развития компаний, их размера. Что интересно, что большинство таких компаний сотрудничают с институтами. И очень сильно развито в немецкой промышленности использование институтов для создания каких-то вехразвития. То есть в чем отличается? Фирма не обязана, не вынуждена иметь в составе своего штата специалиста, который мог бы вести какие-то разработки. Начиная с институтов, начиная с дипломных работ, с курсовых работ студентов. Эти люди начинают работать в сфере того бизнеса, которым фирма занимается, и предлагать научные разработки. Зачастую они входят потом в состав компании после окончания университета. Но даже без этого фирма может просто обратиться в научно-исследовательский институт или в обычный институт, где обучаются студенты. И заказать такое исследование, заказать такую программу и что-то для себя инновационное. В этом, я считаю, очень важное отличие. В этом очень важное отличие от того, что происходит в России. Правильно я понимаю, Денис? Совершенно верно. Ну, собственно, удалось убедиться лично, в том числе и на ярмарке, помимо тех, кто выставлялся, поясняя преимущества своей продукции и предлагая рассмотреть свои технологические новинки, были отдельные, ну, скажем так, с игровыми элементами, отдельные помещения для молодежи, поскольку Германия осознает проблему, связанную с тем, что масс-медиа делает популярными сейчас в профессии юриста, банкира. Масс-медиа исключительно. Ну, в том числе, по крайней мере, они в качестве... Лично, да, вы говорите, ведь рынок диктует спрос на ту или иную профессию. Не совсем, это психология. Да. Нет, это психология. И там, ну, вот, доступным, приятным и в игровом, как бы, формате предлагается молодежи ознакомиться с технологическими новинками, и при этом, как бы, привлекаются они к дальнейшему, то есть дается возможность узнать больше, и для этого нужно вот туда-то позвонить, это сделать. Это приятно поразило, даже такой нюанс, я, честно говоря, в первый раз такое видел, когда специально техника для женщин, то есть специальный сектор был, стенд для ознакомления, чтобы женщин вовлекались в технологические новинки, интересовались ими и развивались в этом направлении. Это было удивительно. И в том числе и на частных предприятиях, вот, в частности, под Штутгартом, как точно называется? Айзенман. Айзенман, да. Мы видели там не просто молодых людей лет 17-18, а, ну, буквально совсем молодых, там, 12-13 лет, которых приводят, и они что-то делают, мастерят, и таким образом постепенно втягиваются в эту технологическую, в хорошем смысле, цепочку. Ну, такой пример есть и в холдинге Финам, учебный центр, я имею в виду. Катя, подожди секунду, нет, я, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, да, успех, в какой-то степени успех, так называемый, бизнеса по-немецки, связан с тем, что, ну, с молодых ногтей воспитывается уважение к труду, культура труда, да, каких-то вот, ну, о технологиях можно спорить, да, сегодня это так, завтра это так, а позавчера это было иначе, но труд был трудом, и человек, так сказать, с, ну, я не знаю, там, с подготовительной группой детского сада уже понимал, да, зачем это нужно, для чего это нужно, у него был пример его мамы, папы, бабушки, дедушки и так далее, вот в этом дело. И тем не менее, Ульянов, вы наверняка ведь знакомы с российской, с советской, может быть, даже действительностью. Я вам хочу сказать, что и в нашей, и в российской, и тем более в советской действительности примеров таких было масса. Может быть, конечно, они, так сказать, основаны были на некой своеобразной ментальности, ну, и на исторических каких-то корнях. Ну, у нас были профессиональные технические училища, были, были, то есть, когда, это, это я сейчас сравню, это уровень колледж, да, как сейчас в Европе принято говорить, это колледж, среднее техническое образование. У нас были дворцы пионеров, да, у нас были кружки умелые руки, то есть, в принципе, ну, вот в Советском Союзе, может, в России в меньшей степени, да, внимание, так сказать, уважение к труду, вот, детских, да, с детских, тоже уделялось достаточно много. Вот в этом, в этом смысле, в нынешней российской действительности, она отличается как-то, на ваш взгляд? Отличается, когда испытывается нехватка рабочих рук в каком-то регионе. Я попросу прощения, рабочих рук огромное количество. Да, да, но тогда предприятия, да, профессиональные, предприятия, как-то звонят в администрацию, давайте строите нам школу, нам нужна школа, а у нас это не так, у нас предприятия сами создают себе школу, они не, они как раз не просят у государства, помогите нам, они сами это организуют. Мы это видели, на фирме есть школа, внутри фирме, а там вообще государственного вообще отсутствует, нет его. И это как раз отличает Россию от ГАМА, что здесь все время вот на основе налогоплатежника все должно строиться, у нас нет. Это частная инициатива, как раз ментальность у нас другая. Хорошо, в этом случае государство само отпускает, я бы так сказал, да, оно дает возможность коммерческому предприятию. Если вы хотите работать, да, то вот занимайтесь, вот я вам даю карт-блан, что называется. В России иначе, в России государство контролирует постоянно, да? Нет, наоборот, предприятия хотят, чтобы государство финансировало все. Они, предприятия, не частный капитал должен заниматься в учебе, а исключительно государство. Исключительно государство. Исключительно государство. Но это же удобно. Сидишь на бюджете, усниваешь, деньги текут. Ну а так гибкости не хватает, гибкости не хватает. Это же удобно, я не знаю, кто из присутствующих знает, как это удобно. По-моему, никто на бюджете здесь не сидит, да, по крайней мере, те, кто в этой студии собрался. Я прошу прощения, мы сейчас прервемся, мы послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим наш разговор. Еще раз добрый день, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях сегодня Ульрих Уман, представитель German Trade and Invest. Денис Перепелицын, заместитель директора дирекции региональной институтуры и проектов РИА Новости. И Екатерина Романова, главный редактор Финам.ФМ. Тема сегодняшней программы – бизнес по-немецки. Очень интересно звучит само название. И на самом деле очень хотелось бы понять о сути. Что это значит, бизнес по-немецки? Ну, собственно, мы начали, благодаря Ульриху, уже сравнивать. Да, вот есть некие, ну, на ментальном уровне, наверное, отношение к труду. Отношение к труду. Вы смотрите на то, что происходит в России. Как вы думаете, есть ли вообще возможность, если действительно, да, на ваш взгляд, наше ментальное отношение к труду несколько иначе, есть ли такая возможность его изменить? Может быть, оно будет похоже на ваше. Может быть, чуть иное. Ну, как бы, в лучшую сторону его как-то трансформировать. И сколько, знаете, времени займет, как вы думаете? Конечно, есть возможность. Возможно, всегда должен присутствовать. Я даже думаю, что где-то сейчас 6 тысяч немецких фимосуществует уже бизнес в России. И они привозят как раз свою ментальность в Россию. Там одни российские сотрудники работают, они это все учатся. И я уверен, это будет распространяться. И еще есть очень много таких бизнесовых и деловых контактов между Россией и Германией. И даже наша палата, значит, германо-российская палата тоже занимается этим вопросом. Менять ментальность в России. Вот мне интересно было узнать, да, стратегическая задача, причем которой занимается правительство Германии. Насколько федеральное агентство, в котором в том числе работает Орех, совершенно бесплатно для бизнеса дает консультации. И объясняет, что надо делать, как это делать, какую документацию, какие особенности бизнеса, как его строить, почему так и не эдак. Вот такие представители есть в каждой земле Германии. Мы видели их и в Нижней Саксонии, и в Баварии, и в Саксонии видели. Каждый из них рассказывали о том, насколько важно донести до русского человека, которого есть барьер, так же, как и у немецкого гражданина, есть барьер в общении друг с другом, поскольку общение происходит преимущественно через английский язык. Вот в этой связи очень важно иметь таких посредников, которые могли бы помочь. Именно помочь. И очень важно, что Германия на уровне правительства осуществляет эту работу не только на территорию своей страны, но и, как вы видите, на Орех и у нас в России. Я думаю, сейчас самое время послушать нашего эксперта. На связи Сергей Наймарк, эксперт при Государственном агентстве по поддержке малого и среднего предпринимательства. Земли Южной Саксонии. Давайте послушаем. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на то, что поддержка активно ведется для малых и средних предприятий, специализирующихся на инновационных технологиях по определенным направлениям. Среди этих направлений автоматизация машиностроения, оптоволоконные технологии, нанотехнологии, биотехнологии и технологии, учрежденной техники и коммуникационных систем. Наш опыт позволяет нам сказать, что мы смогли успешно привлечь уже более 10 компаний из России и в наших планах продолжить эту успешную практику. Для того, чтобы сотрудничество проходило более успешно, мы желаем разработать и внедрить новые, более интересные, более эффективные методики поддержки российского бизнеса, связанные в первую очередь с усилением производственной кооперации между вновь приходящими российскими компаниями и уже существующими немецкими компаниями того же профиля. Одно из основных отличий Германии от России в этом вопросе это чрезвычайно развитая система производственной кооперации и как следствие специализации компаний на определенных продуктах или услугах, что позволяет очень быстро и эффективно собирать так называемые производственные кластеры для реагирования на нужды рынка. В прошлом году была открыта компания «Люмипроп». Это филиал московской фирмы, которая специализируется на создании биомаркеров для дальнейших молекулярных исследований в медицине и биологии. Компания успешно разработала и запатентовала собственную технологию, и ее ганноверский филиал будет продвигать активно ее продукты на европейский рынок. И ганновер был выбран в качестве места, из которого удобно осуществлять как логистические операции, так и получить заранее подготовленные оборудованные лаборатории для разворачивания производства и, соответственно, наращивания мощностей предприятий. Важный акцент на производство, который делали все эксперты на протяжении всей недели, которую мы провели в Германии. И один из примеров, который Сергей рассказал, это производство биомаркеров. Это российское производство, это российский научпром, который, тем не менее, востребован в Германии. То есть шансы у России, в общем-то, есть на развитии. Мне бы хотелось в этой части немного усилить рассказ о том, какой опыт России на территории Германии, потому как в следующей части мы как раз представим противоположную картину. Вот одно из тех мест, где мы еще побывали, где вы видели российский бизнес, это как раз известный многим людям бизнес лаборатории Касперского. Это тот пример, когда компания начиналась в России, развивалась успешно, охватывала мировые рынки и ушла в итоге, в том числе, в Германию. Насколько я знаю, не только в Германии сейчас развивают свое производство. И вот насколько было интересно наблюдать, как все-таки они интегрировались в Германию, что их бизнес совсем иначе выглядит в Германии, чем в России. И в каком формате он иначе выглядит? Ну, например, в Германии Касперскому легче работать, потому что менталитет Германии, опять же, немецкого жителя настроен на то, чтобы покупать софт. Мы хорошо знаем, как это происходит в России. Поэтому уже почва совсем другая. Кроме того, в Германии эта компания выходит на крупных клиентов, на корпоративного клиента и не занимается, преимущественно не занимается распространением по малым компаниям. Это тоже такой пример укропнения, в том числе, бизнеса, который вырос из России. Вот мне бы хотелось зачитать как раз комментарий Натальи Касперской, который говорит о том, зачем компании выходят за рубеж из-за ограниченности российского рынка. Это цитата. Россия занимает большое пространство, но ее доля в мировом ВВП составляет всего 3%. Еще один аргумент в пользу освоения рынка в других стран возникает, когда компания становится в России лидером, и дальше ей развиваться просто некуда. Важный урок, который я вынесла из опыта проникновения на рынки разных стран, заключается в том, что единой технологии экспансии не существует. И в каждой стране нужно искать свой подход. В Азии и в Европе отношения строятся по-разному. При открытии собственных представительств и дочерних предприятий следует учитывать юридические сложности, которые могут возникнуть в разных странах. Поэтому перед выходом на новый рынок мы обязательно спрашивали советы у партнеров, как лучше вести переговоры. С чего я начала, к тому я и вернулась. Что вот эта консультация федеральных агентств, консультация тех компаний, которые находятся непосредственно на территории и знают конъюнктуру всю насквозь, она очень важна для того, чтобы строить бизнес в любой стране. Как отсюда туда, так и оттуда сюда. Здорово. Здорово. Ну, во многом стало понятно, чем мотивирована российская компания, тем более такого уровня. Вот Катя, собственно, сообщила. Действительно, некуда развиваться. Надо искать. Надо экспансировать. Я немножко не согласился бы с Екатериной, просто мне кажется, Касперский не совсем типичный пример вхождения в Европу, в Германию в частности. Во-первых, Касперский IT-компания и с определенной репутацией уже входила. Тем не менее, соответственно, российские айтишники, они уже имеют определенную репутацию позитивную. Во всем мире. Самое главное, репутация, я повторюсь. Слово репутация здесь ключевое. А остальные компании, с которыми мне удалось побеседовать, а также с людьми, которые помогают им на выходе на немецкий рынок, они рассматривают вариант вхождения в Германию как возможность приобрести немецкий бренд. То есть наукоемкие российские производства имеют такую же репутацию, как айти. Я все-таки разделил бы эти два понятия. И российские компании, представляя свое технологическое решение, в дальнейшем, получая, скажем так, немецкую прописку, благодаря немецким властям, как региональным, так и федеральным. Далее выходит номеровый рынок уже под немецким брендом Made in Germany. И это совсем другая маржа. Абсолютно верно. Совсем другие уже условия по вхождению. И Касперский все-таки немножко другая история. Они себя по-прежнему позиционируют как глобальный, но с российскими корнями бренд. Это, кстати, подтверждает, у нас была встреча с Андреем Шароновым. И когда его спросили, собственно, чем объясняете все возрастающие темпы вхождения российского бизнеса в Германию, он, собственно, сказал, что мы не дураки. Немецкий сделан на Made in Germany сразу повышает конечную стоимость на рынке товара во много раз. Вот это еще один аргумент, очень яркий. Это производство, да, совершенно верно. Хорошо, что Денис спровоцировался. С другой стороны, Касперский как раз хороший пример, как можно завоевать немецкий рынок. Значит, они очень просто поступали, связывались с немецким предпринимателем, дали ему все свободы действия. Он как раз продавал продукт, спыт вырос, и он уже нанимал сотрудников, чтобы как раз распространяться еще в Австрии, в Швейцарии, во всех немецких язычных государствах. А только потом, только потом, вот все предприятия получили название Касперский лаб. Как раз это, по-моему, хороший подход, который может как-то использовать и другие российские производители в других отраслях тоже. Ну, желательно бы, но хотя, если с точки зрения рынка, давайте элементарно порассуждаем. Вот есть Касперский, да, это имя, действительно, я с Денисом согласен, на мировом уровне он воспринимается. Он придет на рынок Германии, наверняка у него там поле свое будет, потому что он бренд, уже бренд. Он придет, может, на какой-то другой рынок, и местные, они подвинутся. Вот, собственно, чем мотивирована Германия, что она пускает на свой рынок иностранного производителя? Знаете, когда Касперский начал в Германии, бренд еще не был. Как раз он вырос, вместе с Питом вырос бренд. А он не пришел, он не был известен в Германии. Как раз этот предприниматель немецкий, он занимался с брендом российским. И он этот бренд распространял. И как только бренд был уже велик, и мы знакомим всем потребителям, тогда, да, уже начали. Дистрибьюция была, значит. Да, действительно. Ну, смотрите, вот он приходит, у вас же есть, подобный рынок в Германии уже существует, да? Конечно. Высокотехнологичный, да, вот подобных тоже продуктов. И, ну, логично предположить, что местные, наверное, не очень хорошо отнеслись к тому, что приходит иностранный. Иностранный конкурент, прежде всего, да, и... Мы являемся открытой страной. У нас все свободы действия, и как раз соревнования между предприятиями, это приведет к прогрессу. К прогрессу. И мы это хорошо знаем, поэтому мы остаемся открытыми и приглашаем всех. Хорошо, а вот пример, о котором Денис рассказал, да, то есть компании приходят для того, чтобы действительно, да, легализоваться себе уже, так сказать, и выходить на мировые рынки под брендом, сделанным в Германии. Да. Вам знакомы такие примеры? Как к Германии к этому относятся? Мы относимся к этому хорошо, поскольку вот этот самый российский продукт должен соответствовать нашим стандартам, нашему качеству. Иначе он не имеет права просто там писать made in German. Как раз поэтому это хорошая школа тоже для российских предпринимателей. В данном случае, да, вам приятно, что российский продукт продается под лейблом, сделанным в Германии. Это нормально. Сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Продолжаем, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. В эфире Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях еще раз я представлю. Ульрих Умман, представитель German Trade and Invest. Денис Перепелицын, заместитель директора дирекции региональной инфраструктуры и проектов РИА Новости. И Екатерина Романова, главный редактор Финам.ФМ. Говорим мы сегодня о бизнесе по-немецки. И на самом деле, более-менее уже становится понятным, как этот бизнес складывается непосредственно в Германии. Ну, в частности, мы приводили несколько примеров, когда российская компания приходит на рынки Германии. У нее есть некая мотивация, причем тут несколько вариантов прозвучало уже. Теперь мы давайте поговорим о другой стороне миндали. Ведь очевидно, что многие германские компании присутствуют на российском рынке. С этой точки зрения, какова... Ульрих, ну давайте с вас начнем. Какова, на ваш взгляд, особенность? Зачем германский производитель, германский коммерсант идет в Россию? Ну, дело в том, что наша экономика настроена на экспорты. И мы присутствуем не только в России, а в принципе в любой стране этого мира. Мы после Китая являемся чемпионом мира по экспорту. И вот с этой точки зрения, это у нас просто необходимость быть и на российском рынке, поскольку это самая большая страна мира и с большим населением. Ну, то есть исключительно опять, да, бизнес, что называется, мотивация, есть некий рынок, и, естественно, вы пытаетесь занять его... Не только я сказал, и я думаю, как раз европейская история после войны тоже нас обязывает сотрудничать со всеми, особенно с Россией, я думаю. А почему именно такой акцент, особенно с Россией? Ну, вы же знаете нашу общую историю, и скоро будет 9 мая, и это такая дата в истории человеческой, которая нас безусловно связывает. Я понял. Хорошо. Кать, на твой взгляд, есть какая-то, ну, изюминка, что ли, в присутствии именно немецких производителей на российском рынке? Ну, я думаю... Свообразие какое-то. Ну, вот одно из них Ульрих предложил. Нет, история, конечно, важный аспект, и я думаю, что немцы пытаются как-то реализоваться в контакте этих двух стран в текущем мирном времени. Но, тем не менее, мне кажется, изюм в том, что немецкое качество, на которое они как раз ставят акцент, в том числе и русский потребитель ставит акцент на это очень большой, и являет здесь образующую роль, как мне кажется. Поскольку, если бы не было вот того баланса между качеством и количеством, наверное, вряд ли некоторые компании, которые работают из Германии здесь на российском рынке, имели бы, там, 30% оборота в России из всего того многообразия, там, 23 стран или скольки они работают, как вариант. Поэтому, мне кажется, что здесь, конечно, качество и потребность не из пользованного российского рынка, да? То есть, здесь развитие. Развитие, прежде всего. Причем, вот забавно, действительно, ведь, Денис, на российском рынке не только германские производители присутствуют, но, тем не менее, мы выделяем, делаем акцент какой-то. Практически все, с кем мы общались, кто формально, кто неформально, говорили, что мы до ничем, они, это, конечно, не то же самое, что мы до ничем на российском рынке. Кроме того, они осознают новую, 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 новую потребность российского рынка, а именно готовность платить чуть больше, или даже значительно больше, чем made in China. За качество. Именно за качество продукта. Кроме того, немцы обстоятельно входят всегда в любое дело, в отличие от, ну, скажем, американского бизнеса, который может быстро войти, быстро уйти, и часто может даже носить полуспекулятивный характер. Совершенно другая структура у немецкого капитала, это серьезные производственники, которые долго запрягают, но если уже, как бы, впряглись, то уже тянут дальше по полной программе. Десятилетиями я буду. Да, десятилетиями. И я все-таки, не знаю, Ульвер, ты прости меня, у меня эта дата тоже, конечно, греет сердце, но все-таки не она городообразующая. Очень большое количество российских немцев или выходцев из России в Германию, которые помогают. То есть, эта диаспора, она во многом является проводником по вхождению в Россию. Кроме того, никогда они не стеснялись и не забывают, откуда есть династия Романовых, об их особых связях с Германией. У нас была, допустим, экскурсия по Штутгарту, там до сих пор чутится память книгини Ольги и книги... То есть, корни-то гораздо глубже. Намного, 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 намного. И у них, я бы сказал, в этом плане нетипичный взгляд проявилка, они не акцентируют внимание на этом, они предпочитают на более позитивном фокусироваться, прости. Нет, ну это правильно, это правильно, естественно. Более того, мы спрашивали у них, насколько влияют нынешние политические отношения между странами, там, Фемен или выступление Ангела Меркель. И производственники говорят, что да, политика, конечно, для нас важна и имеет значение, мы все смотрим телевизоры, слушаем новости. Но когда речь касается производства, вот есть бизнес, и все хорошо, и мы работаем. У нас есть вопрос, если позволите, я сейчас включу слушателя, провокационный, на мой взгляд, вопрос, тем не менее. Добрый вечер, Юрий, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вот я хотел спросить о собственном примере, потому что вот у меня был, наверное, не очень правильный опыт, я купил там стиральную машину, не буду, наверное, марку называть в прямом эфире. Ну, немецкую, давайте уж, да, чтобы интриги не было, немецкую. Да, с ценником, ну, по сути, в четыре раза выше, такой же по функциональности, скажем, тоже известных брендов, так сказать. Замучился вызывать мастера и так далее, и так далее. Вот вопрос-то, а в чем, все говорят, немецкая качество, немецкая качество. Я вот ничего не видел в немецком качестве, вот, ну вот что в нем такого особенного? Вот эти вот все вот философские рассуждения, что немцы там обстоятельно, там, долго запрягают. Я вот был в Германии, я сам бизнесом занимался в 1904 году, вот, я ничего не видел, вот такого, чтобы радикально отвечало. Вот этот вот миф, хотелось бы понять его причину происхождения. Спасибо, спасибо, Юрий, спасибо. Видимо, Юрий не покупает китайские машинки. Ну, в любом случае, конечно, это частный случай, да, и как бы во главу угла его, и потом надо сравнивать всегда. Есть одно, есть второе, есть третье. Ну, я не буду подчеркивать слово миф, но, тем не менее, мы говорим, да, что вот есть некая, ну, такая идея, да, немецкая. Вот немец, он такой, немец, он такой, он такой, 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 ну, и многие эпитеты уже в этой студии звучали. Вот на чем это основано? На чем это? Это историческая такая данность, да, или это... Это чисто историческая данность. Так сложилось, так. Многие годы, многие века, что называется, да, и отсюда надо исходить изначально, да? Даже поведение бывших российских немцев отличалось от их соседов в той же самой деревне. Причем, более того, я вспомню, да, российские немцы уже рожденные, да, ну, советские немцы тогда еще, да, вот, немцы по Волжье, знаменитая, да, была такая диаспора, рожденные уже в Советском Союзе, то как бы ассимилированные уже изначально до корней, но почему-то они какими-то иными были. Мы не будем сейчас говорить, они были лучше или хуже, это, наверное, не очень корректно, но они были иными. Даже россияне, которые проживают у нас много лет, уже они возвращаются иными. Они как-то восприимствуют вот такая аккуратность, потому что они понимают, что это на самом деле помогает в жизни. Ну, то есть, что именно, вот, аккуратность, да, педантичность, извините, опять избитые я сейчас эпитеты. Тщательность. Но, с другой стороны, тоже гибкость. Как раз мы говорили о среднем бизнесе, это как раз гибкое реагирование на внешние факторы. Гибкое реагирование, то есть оперативное, да, как же ситуация меняется, соответственно. Базировано на знаниях, поскольку мы вот на самом деле занимаемся делом. Это здорово, это здорово. Даже не слово оперативность, а готовность играть и по российским правилам, в том числе. Я не всегда им приятным, не всегда простым, но, тем не менее, такая готовность есть и нет, как часто бывает, встать в позу. Причем, да, вот я хотел уточнить, есть примеры, причем известные, да, на уровне средств массовой информации, что представители иных государств, да, они встают в позу, они говорят, либо я по своим правилам, либо я уезжаю. А немец, видимо, вот он способен, так сказать. Они говорят, это раздражает. Дорогие мои, ну что вы хотите, нас тоже многое раздражает. Что же тебе дело? Ну там таможенные проблемы, товар на складе остался, это раздражает. Это раздражает, это не тот термин, я бы сказал. У нас есть на связи еще один эксперт, это Хуберт Берн, руководитель экспорта в страны Восточной Европы, компании «Вольф». Давайте послушаем его и, собственно, обсудим тему. Хуберт, добрый день. Добрый день. Добрый день. Катерина, добрый день, Олег. Добрый день. Спасибо. Спасибо, что вы нашли время. В общем, мы сейчас, недалее как, 15-12 минут уже обсуждаем тему специфики ведения бизнеса в России. То есть немецкий представитель, немецкая компания, немецкий бизнесмен приезжает в Россию, встал здесь, понимаешь, посмотрел по сторонам и говорит «Опа! Рынок! Рынок! Необъятный!» Так вот, Хуберт, прежде всего, зачем он сюда едет, скажите, пожалуйста. Ну, можно сказать, сейчас я здесь автоматически и на такой конференции, которая обсуждает тоже одну тему энергетики, сохранение энергетики и, конечно, сохранение там всех натуральных средств. Если мы говорим о бизнесе, то, конечно, здесь в России есть огромный потенциал. Я могу сказать, если ваше государство хочет до конца 2020 года сохранить 40% первичных источников энергии, то там нужно, конечно, больше инвестиций на все. И именно в этой сфере, по которой мы занимаемся, то есть снабжение там зданий, вентиляционных, тематизационных, техниками и там дальше, там есть потенциал, и это можно, можно так сказать, 45% приблизительно всей энергии нужно есть на отепление зданий или на снабжение через электрическую энергию. Если там есть потенциал на 50%, то уже есть возможность, ну, очень-очень больших инвестиций. Вы готовы, да, к этим инвестициям? Вы готовы? То есть, если наше правительство услышит сейчас нас, оно скажет, да, конечно, вот нам нужны, ну, основываясь на ваших цифрах, вот такие нужны деньги. А вы готовы инвестировать, да, я правильно понимаю? Ну, не-не, мы не говорим о инвестициях, мы говорим о поставке оборудованию, и, конечно, в зависимости от того, как все бизнесы ведутся, нужно подумать о, например, обучении ваших кадров, обучении специалистов, чтобы они сервисами занимались, проектировкой, и все, что связано с использованием высокого технического оборудования. Ну, тем не менее, я подчеркну, я правильно понял, что одна из главных причин, почему германский специалист, германский бизнесмен оказывается здесь, немецкий бизнесмен, да, это рынок потенциальный, огромный, да, с огромной потенцией рынок, да, он пока еще не освоен, есть, так сказать, много очень ниш, правильно это? Да, да. Ну, и, конечно, ваш другой вопрос был, есть интересно в России инвестировать, есть интересно в России бизнес, но посмотрите, пожалуйста, на цифры, если мы смотрим, что сейчас около 6 тысяч неких и средних предприятий немецких уже работают здесь успешно в России, и, можно сказать, самая большая часть этого только появилась в последних 3-4 годах, это, с моей точки зрения, есть показатели, которые говорят нам, что атмосфера на инвестиции в России, на делание бизнеса более-более получилась. То есть улучшается, да, инвестиционный климат? Улучшается, вот как оказывается. Я понял, ну, Хуберт, очень приятно вам услышать, по крайней мере, да, от немецкого специалиста такие слова. Спасибо вам огромное, что нашли время с нами связаться, спасибо, до свидания. Вот, вы, кстати, согласны, Улья, да, с тем, что инвестиционный климат в России улучшается? Обязательно. Вот львиная доля наших инвестиций произошла вот в последние 10 лет, и особенно в последние 4, да, после финансового кризиса, чтобы как раз связываться с восстановлением российской экономики, расти вместе с российской экономикой. Я хотела бы еще уточнить то, что бизнес немецкий появляется не только в Москве или в Санкт-Петербурге, в самых крупных городах, но и очень много бизнесов в Калуге, в Нижнем Новгороде, в Елабуге и в других городах России, которые, в Екатеринбурге много, в других городах России, которые как раз представляют все точки роста бизнеса и так постребованы. Ну, и потенциальный, потенциальный. Спасибо огромное, еще раз мы прервемся, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Итак, друзья, продолжим, продолжим эфир. Последняя часть его, собственно, отвечаем мы на вопросы, как правило, ну и подводим некие итоги, итоги нашего сегодняшнего разговора. Я напомню, мы сегодня говорим о специфике бизнеса по-немецки, причем подразумеваем мы это с двух точек зрения, со стороны, как российский предприниматель ощущает себя в Германии, когда он затевает там какое-то дело. Неплохо ему, как выяснилось, да, Олег? И как, собственно, да, немецкий бизнесмен чувствует себя в России. Я надеюсь, ему тоже неплохо, по крайней мере, Уберт в прошлой части, да, подтвердил это мое мнение. Еще есть одно мнение, давайте послушаем его. Значит, сейчас на связи с нами будет Кирилл Сермягин, исполнительный директор компании Эксюрсипедия. Занимается он туризмом, собственно, работает на российском рынке, работает и за рубежом, работает в разных, собственно, в разных, да, регионах. Нет, у нас связи, к сожалению, сейчас с ним, но давайте, ладно, чуть позже мы эту связь установим. Еще раз я хотел бы, да, поговорить о том, в чем специфика ведения бизнеса, ну, уже вот с точки зрения германского, так сказать, предпринимателя, в чем специфика ведения бизнеса в России, с чем он сталкивается, ну, на таком, я бы сказал, уже. На обывательском, на бытовом, да, на ежедневном уровне, Улья. Может быть, не всегда понятное законодательство, тем более он быстро меняется, и если даже есть установленное законодательство, в регионах он принимается уже по-другому, там, по усмотрению местных чиновников. Иногда, вот как раз наши предприятия сталкиваются с этим, чтобы получить разрешение на строительство, тому подобное, вот как раз, я думаю. Второе, это нехватка специалистов в России, но это не российская тематика, у нас тоже нехватка специалистов, и во многих странах это как раз такое явление. То есть, такая общемировая тенденция, да, что профессионалов не так много. Не хватает, поскольку промышленность растет, никто не хочет с ней связываться, все хотят работать в медицине, вот. Ну, юристами, как мы говорили, да, юристами, экономистами. Да, надо больше привлекать как раз людей в промышленность, тем более она интересна, и она связана с высокой технологией. Ну, если я сказал бы, конечно, менталитет покупателя, другое, поставщиков нет в России, как раз если кто-то хочет открывать свое производство, он с трудом найдет поставщиков. Поскольку как раз средний бизнес в России почти его нет, отсутствует, и этот гибкость, что хорошо, мне нужна вот такая составляющая, такая комплектующая, найти для него источник, который еще качественная работа, это самое главное. И вот наши сталкиваются как раз с этой проблемой, и вынуждены они возят большую долю комплектующих из-за границы. Ну, то есть эта проблема решается только таким путем, да? Пока да, пока да. Пока? Пока. Уже есть какой-то прогресс, но я думаю, это не решается за один год, там где-то 5-6, даже 10 лет. Ну, и вы готовы ждать в любом случае, да? Мы вынуждены. 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 Что делать? Я понял. Ну, давайте послушаем, у нас есть запись Кирилла Сермягина. Давайте послушаем его. В России нам работает, на самом деле, хорошо. То есть у нас есть определенное, скажем так, преимущество на российском рынке в том, что большая часть нашей команды, основатели из России, и несмотря на то, что наш проект, он международный, мы на российском рынке являемся и лидерами, и хорошо себя чувствуем, и в плане самого продукта, и в плане понимания клиента, и в плане продвижения. Мы на российском рынке изначально работаем как бы из Европы, поэтому каких-то административных препонов у нас до сих пор как бы не возникало. Я бы сказал даже наоборот, темой туризма и развития регионов, то, что мы стремимся сделать, привлечь больше туристов, в том числе из Европы, из других стран в Россию, это как раз очень интересно всем, в том числе и госструктурам, и в том числе и бизнес-структурам. Есть, конечно, различия и в организационной части, и то, что касается и налогов, и техники, имеется в виду там бухгалтерский вопрос и вопрос оформления, но мы в этом плане стараемся сочетать лучшие моменты, то есть мы работаем на российском рынке среди клиентов, при этом мы всю, скажем так, операционную часть и всю часть такую бухгалтерскую мы держим именно в Германии. Поэтому мы сочетаем интересный туристический рынок российский и немецкую основательность, немецкую регламентированность и немецкой жизни, скажем так. У нас есть несколько сторон бизнеса, то, что касается именно региональности, то есть у нас есть 7 языковых версий, это русский, английский, немецкий, итальянский, испанский, французский, китайский. При этом предложения, которые мы транслируем на эти рынки, они находятся в более чем 1200 городах, 135 странах мира. Я бы сказал, что предложения не очень зависят от именно языка клиента, от региона, на который мы ориентируемся в плане продаж. То есть и для россиян, и для испанцев, и для французов мы показываем примерно одни и те же предложения. Может быть, они немножко отличаются в плане именно сервисов, которые проводятся на локальных языках. Мы занимаемся не только индивидуальными экскурсиями, а различными развлечениями, например, полеты на воздушном шаре, поездки на Феррари, рыбалка, вечернее шоу, гурме-предложения. И они являются языком независимым, мы их показываем на все рынки именно клиентские. Вот такой пример тоже замечательный. Мне очень понравилось, я бы хотел подчеркнуть это. Вот в примере, о котором Кирилл рассказывал, о своем бизнесе он рассказывал, я бы так сворудил, он такой интернациональный. То есть он оказывает услуги независимо от региона мира, а вот бухгалтерию предпочитают везти в Германии. Ну опять же, это связано с практичностью немецкой. С правилами игры, да, с понятными, с прозрачными правилами. Что и отличает Германию от России в тот пор, когда те же немцы жалуются, как трудно работать в России из-за того, что законодательство часто меняется, и приходится изменять условия работы. Это один из глобальных минусов российских, для того, чтобы инвестиции к нам уходили большими объемами. Сроки реализации за счет этого нестабильные. Нельзя спроектировать четкий бизнес-план, по которому календарно пройтись и без всяких срывов прийти к финишу и к результату. Кроме того, продукт русский, то, о чем говорил Орех, нет такого объема малых средних предприятий, которые бы занимались производством. Поэтому как-то так по-русочке, все на коленочке, чтобы потом добить молоточком, подработать, подлатать, встроить куда-то. Вот эта особенность русская тоже влияет на весь процесс, на сроки, на реализацию, на исполнение. Я помню. То есть отличие, Денис, добавишь это, отличие в этом основное все же, да? Это некие специфики на уровне ментальности. Нет, ну основное, вот я, наверное, повторюсь, что поразило, что везде, где мы встречались с руководителями, представителями инвестиционных департаментов, департамент экономики, никто не говорил о налоговой льготах или о каких-то особых преференциях. Именно потому, что вы, да? Они говорили, вот есть такой набор определенных бизнес-кейсов, у вас есть возможность, грубо говоря, встроиться в эту технологическую цепочку. В свою очередь у меня есть опыт, я видел, ну не то, чтобы прям много раз видел, как в различных регионах России губернаторы доставят свой мобильный, показывают там, вот есть ли какие проблемы, звоните, широкие жесты. Напрямую. И так далее. Но губернатор уходит, появляется другой губернатор. И там, условно говоря, если с Иваном Ивановичем был уже там, вошли, поверив ему, инвесторы, а условия при Ивану Сидоровичу от Ивана Ивановича меняются и резко, и уже другие правила игры. И чего вот со стороны больше всего не хватает, если в Германии есть German Trade and Invest, да, есть на региональном уровне в нечто похожее организации структуры, и человек, приходящий с деньгами из России, имеет понимание, что он, во-первых, получает первичную информацию, получает некий набор бизнес-кейсов, получает возможность бесплатно получить помощь в оформлении первичной документации и консультации юридической налоговой. В России, ну, 33 окна, и... Они сейчас в одном окне, как говорят. Как бы да, но на 33 под окошко каких-то тогда подразделения. Да, подоконника. То же самое с региональным уровнем. То есть есть области, ну, я бы, допустим, выделил Томскую область, где более или менее планомерно ведется работа с иностранными инвесторами, но при этом огромное количество... Я не буду называть сейчас регионные, вот когда губернатор, с одной стороны, говорит о преференциях и так далее, а с другой стороны, потом, когда уже доходит до дела, потом говорят, вот только вот с моими подчиненными, договоритесь, потому что, ну, как бы, он даже не контролирует всю цепочку, это частая история. То же самое с федеральными, как бы, структурами. Нам необходима смесь информационного агентства вместе с инвестиционным агентством, где было бы одно окно, которое бы жестко контролировало ситуацию. Пока этого нет, то немецкие инвесторы часто похожи, и вот в разговорах они себя сравнивают с людьми, которые перелопачивают огромную кучу с возможностями, многие из которых барахло, для того, чтобы найти то зернышко рациональное, которое можно развить. И учитывая немецкую прагматичность, да, естественно, очень жалко, да, его становится, потому что столько... Долго, много времени и так далее. Тело движений лишних предел. Я так понимаю, нашему соотечеству россияне, ну, это иногда и в кайф. Он любит, да, он любит шевелиться, он любит энергии. А немцы вот лень, лень, в хорошем смысле слова. Тем не менее, автомобильная отрасль лидирует в том, чтобы открывать немецкое производство в России. Все мы знаем про Калугу, про Ленинград. Ну, это было, конечно, очень забавно, когда нам рассказывали, что... Я не буду называть этот российский бренд, но это чисто российский бренд, это собирается в России, но как-то так выяснилось, что подъемники делаются в Баварии, а красят кузова где-то там в Баден-Вертенберге. И так, в общем, приходишь и понимаешь, что, в общем-то... Ничего русского, кроме территории и расположения этого завода и нет. А проект строится тоже, завод на зеленой лужайке мы видели, да, про Тольятти. Тоже проектируется в Германии. То есть, в общем-то, тесная связь бизнеса настолько усилилась в последние годы, что сложно говорить о том, что Made in Germany или Made in Russia это именно то место, где все это произвело. Есть еще определенный политический фактор. Мне формально все говорили, что, конечно, помогает вообще не с региональными властями, то, что есть определенное немецкое прошлое у представителей нашей российской элиты отдельных. И как бы это помогает так на психологическом уровне во многом. Ну, так уж устроена наша жизнь, то, в принципе, да, вот у нас, я бы сказал, чиновничья составляющая, она очень велика. Ну, я так понимаю, все-таки... Тем не менее, мы помогаем как раз пропагандировать бренд Made in Russia тоже, извините, по-испански вышло. Например, тот самый Volkswagen из Калуги, он же является российским продуктом. Если он выпускается и продается, допустим, на Украине или даже в Европе, тогда это будет машина Made in Russia. Здорово, здорово. Я благодарю вас, уважаемые слушатели, уважаемые гости. Время заканчивается. Ну, в любом случае, мы сегодня поговорили о бизнесе по-немецки, с двух сторон на это посмотрели. И что самое главное, на мой взгляд, выдели определенные вехи, да, определенные вектора, в которых надо двигаться, в направлении которых надо развиваться. Еще раз я напомню, мои студии сегодня были Ульрих Уман, представитель German Trade and Invest, Денис Перепелицын, заместитель директора региональной инфраструктуры и проектов РИА Новости, и Екатерина Романова, главный редактор Финам-ФМ. Спасибо за внимание, успехов в бизнесе. До свидания.